ДИСКЛЕЙМЕР 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 За пару часов до концерта солист группы «Звери» пообщался с журналистами. Рома рассказал о своем новом альбоме, релиз которого назначен на 12 декабря. Пластинка – это первый альбом, который у нас не будет представлен на физическом носителе, то есть на CD-диске. Вполне возможно, что к январю мы выпустим, может быть, ограниченный тираж винила этого альбома. И все. Я просто сам по себе замечаю, что музыку на CD-дисках я не слушаю, даже в машине, потому что проще купить кабель к телефону или через Bluetooth подключиться к колонкам машины и через телефон я все слушаю. В принципе, и скачиваю музыку я тоже через приложение, и вся музыка у меня находится в плеере телефона. Поэтому сам CD-диск, он уже не актуален. Марина Репсина, на самом деле, на телевидении. Вот в интервью говорите, что этот альбом будет исключительно из лирических песен. Почему? Вы знаете, просто так получилось, что написались песни вот такие. Помимо этих песен, ну, еще написались какие-то веселые песни. Их немного оказалось, но при составлении плейлиста, скажем так, вот альбома, я посмотрел, что вот несколько веселых песен, таких в классическом понимании и в классическом исполнении группы «Зверь», они туда не клеятся и выглядят они очень там странно, как белые вороны. Поэтому я решил просто эти песни не включать именно в этот альбом. Мы их обязательно издадим либо на следующем, либо синглами. Такой вопрос. У вас достаточно большой промежуток между альбомами был. И для какой публики? Для возрослевшей вашей публики или для новой публики вы сделали этот альбом? Я для себя этот альбом сделал. А слушатели, кто по вашему делу? Мне абсолютно не важно, кто будет слушать. Ну и второй вопрос, как я представил интервью радиостанции, хочу знать, как вы относитесь к пиратству, потому что через 3 дня после того выпустить альбом, он окажется в ВКонтакте и так далее и тому подобное. Ну, этот вопрос нужно задавать людям, которые выкладывают и скачивают. И а ваше отношение к этому? Ну, у меня нормальное отношение к этому. Это вообще не ко мне даже больше вопрос. Это вопрос каждому человеку лично, как он предпочитает слушать музыку. Просто я же не могу за всех ответить и как-то тоже, как-то однозначно ответить на этот вопрос, потому что он крайне сложный. Потому что есть люди, у которых нет денег, и они скачивают и любят музыку и слушают ее для себя. А есть люди, у которых есть деньги, но они при этом скачивают бесплатно музыку. Это разные вещи. А есть люди, которые только покупают за деньги альбомы, потому что знают, что это труд, и они за него платят. Это такое спасибо артисту, скажем так. Все люди разные, но то, что люди скачивают и слушают музыку, это хорошо, мне кажется. Вот ты книгу написал, она называлась «Дожди пистолет» насколько я знаю. Ты планируешь еще продолжение этой книги писать? Меня каждый раз задают этот вопрос. Изначально задумывалось две части. Первая часть, которая вышла давно, и в принципе через год-два должна была выйти вторая часть. Она так и осталась неизданной. По разным причинам, не буду я сейчас долго все это рассказывать, но просто так получилось, что она не вышла в свой срок, потому что была в черновике. А когда, в принципе, появилось опять желание ее выпустить, вся информация, весь черновый вариант, который был уже написан к тому времени, он оказался уже неактуальным на то время, потому что прошло время, произошли еще многие важные события, и, собственно, нужно ее переписывать заново. Я надеюсь, что у меня так часто задают вопрос, что мне все-таки придется издать вторую часть, чтобы больше не возвращаться. А вы спрашиваете, правда, не выпустишь ее? Нет, если я выпущу вторую часть, меня больше не будет задавать вопрос, когда выйдет вторая часть. А какие вопросы вообще не имеете? Какие вопросы больше всего не люблю? Я не люблю посредственные вопросы, которые не несут никакой информации ни для читателя, ни для меня. То есть, ну, что бы вы сделали, если у вас было при желании, допустим, или какой самый запоминающийся подарок вам сделали поклонники, или вспомните какую-нибудь смешную историю из жизни группы. Ну, вот такие вопросы я не люблю. Как я знаю, вы просто занимаетесь самостоятельной концертной деятельностью. То есть, изменилось ли как-то качество самой концертной деятельности чисто по вашим ощущениям? Да, изменилось. Стало больше контроля за всем происходящим. Ну, а больше контроля, значит, у тебя больше появляются возможности для дальнейших действий и выбора, собственно. Куда ехать, с кем работать, как работать и так далее. Считаете ли вы, что то, что вы поменяли поколение своим, поможет вам хорошо? И нацелены ли вы, гоняясь, результаты? Ну, да нет, это же не самоцель, вообще не было такой задачи. Это произошло случайно? Ну, может быть, нет, это не случайно, конечно, произошло. Но я об этом не задумывался и особо не задумываюсь. Я с этим сталкиваюсь только, когда ко мне приходят люди на концерт, когда мне приходится или доводится встречаться с людьми, на которых там мое творчество как-то повлияло. Там дети родились, там люди. То есть, это вот тогда я начинаю об этом задумываться. И мне, конечно же, это очень приятно, как из твоего нематериального, из твоей фантазии, из твоей мысли получаются люди. Люди. Люди живые, настоящие. Это же фантастика. Ну, вот так. Светлана, журналисты семьи, с вами в Муздей. Скажите, пожалуйста, а что вас когда-нибудь вдохновляет на творчество? Творчество. А в чем вы находитесь? Я рисую, фотографирую, общаюсь с людьми. И эти люди меня вдохновляют на работу и на творчество. Есть ли возможность у молодых чебоксарских родмузыкантов пробиться в столице? В нашей стране не настолько сильна культура музыкальной индустрии, вообще культура проведения мероприятий. И у нас большой дефицит просто артистов на самом деле. И профицит большой бездарности, которые просто заполонили телеэкраны и интернет-ресурсы. Просто бессмысленного мусора гораздо больше. Ну, его всегда было больше и всегда будет больше. В любом случае, мы не об этом говорим. В процентном соотношении его просто стало чуть больше. Потому что при появлении новых технологий цифровых, в принципе, любой человек может дома, сидя за компьютером, написать музыку без помощи музыкантов и каких-то дорогостоящих студий, напеть в микрофончик, засунуть куда-нибудь ВКонтакт или еще в какую-нибудь сеть, паблик, и стать известным. Такие примеры есть. Главное, что ты несешь, какую информацию, и чем ты хочешь поделиться с людьми. И получить обратную реакцию обязательно. Потому что без обратной реакции можно смело сказать, что это вообще не искусство и не творчество. И можно заканчивать на этом. Вот и все. Все очень просто. А что бы вы посоветовали, какую установку задать? Вот что бы начать? Не надо начинать, если ты не понимаешь вообще ничего. Не надо. Занимайся тем, что ты действительно любишь и умеешь. И что находит отклик у твоих друзей, у родителей, у знакомых, у близкого круга общения. Если тебе говорят, вот смотри, как ты хорошо рисуешь, прикольно, нарисуй меня. Вот хорошо, рисуй. Пой, а спой эту песню, ты так хорошо на гитаре играешь. Все, пой. А массы? А массы? Попробовать можно. Если тебе близкие говорят, что прикольно, и друзья, соседи, то пробуй, конечно, обязательно. А ваши близкие говорили вам об этом? Что нужно прививаться глаз, что нужно показывать кому-то еще? Мне мама с папой не говорили таких вещей. А как ваши родители, вашего творчества, сосредоточиться? А как родители могут относиться даже не к творчеству, просто к детям? Они же, все же родители любят своих детей. Чем бы они ни занимались? Звезда, ты или ты в тюрьме сидишь, там, мотаешь срок, тебя все равно мать любит, правильно? Об этом-то они и поют, все шансон-артисты. Мама! Они на зоне, там, трали-вали. Родители, конечно, любят своих детей. Конечно, они гордятся, когда у детей что-то получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова